На самом деле, когда я смотрю на вас, мой самый большой страх за вас – это то, что вы не станете людьми молитвы. И если вы не являетесь человеком молитвы, то все ваши знания теряют свой смысл. Молодые люди, послушайте меня. Вы находитесь в этом месте, и я уверен, что вы собираетесь изучать Писание. Но я также уверен, что вы хотите быть приземленными. И я также уверен, что вы будете даже доходить до точки, и ваши мозги будут кипеть, изучая германевтику, богословие и церковную историю. И я славлю Бога за все эти доктрины. Но вы не будете стоить и двух центов, если вы не молитесь. Если вы не молитесь. Если вы не ходите с Богом на коленях. Пожалуйста, поверьте мне. Это было главным признаком людей Божьих во всей истории церкви. Они знали, что их Бог — это не только богословие. Они знали Его не только интеллектуально, но они лично знали Его. Они знали Его в молитве. Позвольте мне сказать вам, молодой человек, я не знаю вас, но я знаю других молодых людей, как вы, которые вышли из таких мест, как это, и то, что в их голове, и то, о чем они проповедуют, и не заставить даже перышко пошевелиться. Они гордятся своей отполированной интерпретацией. Они гордятся знаниями, которыми обладают. Они гордятся, что они похожи на других людей, которые знают меньше. И вот что еще. Нет никакого смысла и никакой силы Божьей в их жизни. И я предпочел бы сходить в цирк и смотреть на клоуна, показывающего смешную сценку, чем сидеть и слушать их проповеди, хотя они безупречны и правильны, но есть нечто большее, чем проповедовать ваш интеллект. Это работа Бога, и это Его огонь. Это Его огонь, чтобы проповедовать, и учить, и жить. И эта работа, и сила, и огонь начинают рождаться в присутствии Бога в молитве. Молитва делает с человеком что-то, что дает ему способность говорить о Слове Божьем со властью. Вы никогда не замечали, что некоторые из величайших проповедников были использованы таким образом, чтобы воздействовать на мир? Не были самыми умными, и они не были самыми красноречивыми, и уж точно не были самыми культурными. Но там было что-то, что когда они говорили, люди знали, что это Бог, и они были доведены до покаяния, веры, праведности, уверенности, спасения и святости. Если вы возьмете всех этих божьих людей, то вы обнаружите различия в их доктринах, в их практике. Но единственный большой общий знаменатель всех их будет молитва.